всем доброго дня сегодня вам расскажу о новинке этого сезона о новом поступлении такой пряжи у нас не было было что-то подобное но это прям такая фантазия фантазия пряжи от фирмы ланг называется селест в 50 граммах у нас с вами 200 метров вот такие моточки я думаю что люрексовую нитку не видно на наверно на этом на экране но я вам скажу а вы мне поверьте что здесь еще вот есть люрекс когда то есть ниточка очень многогранная и состоит состоит из нескольких то есть у нас здесь с вами 80 я не знаю что 80 процентов сказала хлопка и 20 процентов полиэстера значит а вот давайте посмотрим сама ниточку она очень очень необычная значит она очень хорошо скрученная и в ней где то вот где то идет смотрите вот где то идет вот разнообразие причем здесь вот такой перелив идет очень потому что здесь через всю нитку идет нитка люрекса а люрекс здесь идет плоский поэтому игра вот но у него прям великолепно посмотрите дальше идет вот прям тоненькая татьяна где-то толще где-то тоньше, то есть фантазия здесь вообще абсолютно не ограничена, вот я бы ее в подмотку вот прям и так не видно, что играет, очень красивая, посмотрите с переливом, здесь идет, а здесь идет меленько-меленько, вот так и добавляется уже другой цвет, то здесь есть и переход цвета и плотность, но нитка, с этой ниткой надо уметь работать, у нас была подобная, но она и сейчас есть капри, в начале была секунда, теперь Марлена тоже, вот это все, вот кто пользовался такой пряжей, то вот сейчас будет иметь представление, вот у нас есть вот такой образец связан, и на нем прям очень хорошо видно, как раз переходы вот этой пряжи, то есть где есть утолщение, где вот провязано, видите, вот на просвет вот так вот видно, но я бы рекомендовала брать спицы потолще, потому что, когда вяжешь тонкими спицами, то получается достаточно грубая история, то есть вот мы связали тоненько-плотненько и увидели, что надо брать посвободнее, вообще производитель рекомендует нам здесь три-три с половиной, вот мы и связали так три-три с половиной, но тут можно, я думаю, взять и четыре и пять, то есть как вам комфортно, но она, видите, такая прям форма держащая вообще очень сильно, и вот кто любит, вот тоненькая, то она прям как капри, и вяжется вот капри, то достаточно, ну она там проволочного типа такая пряжа, поэтому вот с ней надо, ну, внимательно работать и придумывать какие-то такие модели, которые позволят вам не очень заморачиваться, скажем так, за какие-то рисунки, то есть просто вяжем гладью, просто вяжем футболочки, можно какими-то подвязами обработать, и она сама по себе прямо достаточно хороша, какие-то, может, сережечки, аксессуарчики там, и будет у вас такая дизайнерская необычная история в вашем гардеробе, я вам желаю успеха!